В комментариях вы часто просили нас сделать обзор минивэнов, и сегодня мы собрали в этом вот обзоре самые годные и надежные из них. Итак, поехали! Небольшой дисклеймер. Минивэны бывают разные, и в этом обзоре мы собрали самые надежные и недорогие в обслуживании. Итак, это будут европейские минивэны на 5-7 мест в салоне. Также они обладают хорошими, нормальными, небольшими габаритами, и вы будете чувствовать себя уютно и в городе, и на парковке. А также это минивэны с бензиновыми и дизельными двигателями. И обязательно досмотрите вот этот обзор до конца, чтобы знать, какие минивэны не развалюхи, что с ними может случиться, и с какими двигателями и трансмиссиями они предлагаются. Итак, начнем с французских минивэнов. Citroёn шарит в этой теме, и с 2006 года он предлагает C4 Picasso и C4 Grand Picasso. В первом случае это 5-местный минивэн 4,5 метра в длину, а во втором случае это автомобиль, который длиннее всего лишь на 12 сантиметров при той же колесной базе. Но если разложить третий ряд сидений, мы получим 7 мест. Так вот, в первом младшем багажник 500 литров, во втором огромные 585 литров. Но если опять же разложить тот же третий ряд сидений, останется лоток на 208 литров. Ну а средняя цена таких автомобилей от 10 до 12 тысяч долларов. И сразу скажем, что выбирать можно как среди бензиновых версий, так и дизельных. Дизельные, вернее турбодизельные двигатели 1.6 HDI и 2.0 HDI хороши. Но при осмотре вас должны отпугнуть подтекание масла по двигателю и по впускному тракту. А еще съездите обязательно к специалистам и посмотрите топливные коррекции. Они могут о многом рассказать, хотя в принципе это все весьма косвенно. Также еще предпочтительные бензиновые двигатели это 1.8 и 2.0. Они такие староватые, простые и доступны только в дорестайле. То есть с 2007 года до осени 2010. Любители автоматов эти минивены огорчат, потому что с любой двухлитровой версией идет классическая АКПП АЛ4. Это очень нерасторопный автомат и на капремонт он иногда отправляется каждые 100 тысяч километров. Но зато починить его можно за тысячу долларов. О наличии классической АКПП в автомобиле указывает такой же классический режим, то есть его наличие. А режим этот паркинг. Кроме классического автомата французы предлагают еще опционально роботизированную трансмиссию EGS. И эта трансмиссия может опционально устанавливаться с двухлитровым дизельным двигателем HDI. То есть 2.0 HDI встречается и с классическим автоматом и с роботизированной трансмиссией. Фирменный робот EGS идет также опционально с младшим двигателем 1.6 HDI, а также с бензиновым двигателем объемом 1.6. Как с атмосферным, так и с турбированным. Повторимся, у робота среди рабочих режимов нет паркинга, а есть режимы А и М. В общем, трансмиссия EGS – это шестиступенчатая механика с сервоприводами сцепления и кулисы. Так вот, она устроена просто, даже можно сказать, приметивно. Но желательно под боком иметь специалиста по ее обслуживанию. 1.6-литровый двигатель такого Citroёn – это знаменитый агрегат Prince, то есть EP6. Но если этот двигатель не жрет масло и не течет им по всем уплотнениям, то этому двигателю тоже можно доверять. Идем дальше. На той же платформе под маркой Peugeot в 2009 году, то есть чуть позже, появился минивэн Peugeot 5008. Это те же 4,5 метра в длину, 7-местный салон и объем багажника 680 литров в пятиместном исполнении. Так вот, этот автомобиль выглядит симпатичнее, особенно после рестайлинга, который произошел в конце 2013 года. Также после рестайлинга эти машины получили нормальный гидромеханический автомат от Aisin, но также встречаются еще и с роботом. Все можно определить по селектору. У робота нет режима паркинга, а для запуска и остановки двигателя надо трансмиссию перемещать в нейтраль. И Peugeot 5008 оснащен богаче. Реальный и актуальный выбор моторов состоит из 1,6-литровых турбодизелей. До рестайлинговой 5008 встречается также с бензиновым двигателем. И это всеми любимый EP6. И как мы уже говорили, его надо диагностировать тщательнее, то есть осматривать на предмет потека масла и желательно иметь историю обслуживания именно этого двигателя. Ну а с дизелем, как мы уже тоже говорили, все хорошо. Перед покупкой почитайте топливные коррекции. В общем, красивый рестайлинговый Peugeot 5008 стоит на сегодняшний день от 12 до 14 тысяч долларов. Ну а следующий минивэн — это Scenic от Renault. Речь идет о третьем поколении. Этот автомобиль версии Grand Scenic вытянулся на 4 метра 57 сантиметров, а вот младшая его версия, ну как будто бы компакт-вэн — 4 метра 34 сантиметра. Багажники у обоих внушительные. У младшего 437 литров, у старшего 648 литров. Кстати, у Grand Scenic есть еще и 7-местные варианты. Итак, что же у него с двигателями? А по факту выбор по каталогам большой — от 1.2 до 2.0. Но, опять же, по факту Scenic продаются обычно с неубиваемым двигателем 1.5 дци. Также есть еще варианты 1.6 дци и 2.0 дци. Их тоже бояться не стоит. В принципе, то же самое можно сказать про все бензиновые двигатели, которые устанавливались на этот автомобиль. Но если, конечно, вы найдете это поколение Scenic с бензиновым двигателем на рынке. Об автоматах даже не мечтайте. Либо шестиступенчатая механика, либо же роботизированная трансмиссия EDC. А EDC — это агрегат с двойным мокрым сцеплением от Get-Track. И охудшенный дорог в ремонте. В общем, если говорить про Renault Scenic, то он, ну то есть этот автомобиль, смотрится с годами менее замученный, чем конкуренты от Peugeot и Citroën. Почему так? Ну, сказать невозможно. Может, у Renault хозяева более бережливые. Так вот, хороший экземпляр в богатой комплектации можно урвать за 10-12 тысяч долларов. И жирный плюс французских автомобилей и Renault в частности — это хорошая антикоррозионная стойкость кузова. У Renault есть еще один любопытный минивэн. Называется Lodgy. И это ларгус здорового человека. Очень интересный вэн. Их немного в продаже, но в Беларуси есть из чего выбрать. Выпускался он с 2013 по 2022 год. Длина лоджии — 4,5 метра, а высота — 175 сантиметров. То есть он выше большинства минивэнов из нашего обзора. Багажник у него в пятиместном исполнении просто огромный — 826 литров. А если сложить еще второй ряд сидений, то получится грузовое пространство на 2,5 кубометра. Все-таки эта машина сделана на базе грузового фургончика «Докер». И никакой ларгус так не может. Да, Lodgy — самый бюджетный по отделке из нашего обзора. Ну, такой же, как второй лого. С под капотом у Lodgy чаще всего неубиваемый 1,5 DC. И очень редко, просто преимущественно в каталогах, есть еще двигатель 1,6 K7M от Renault. Этот восьмиклапанник вообще никуда ехать не торопится. В общем, это интересный вариант. Ну, я имею ввиду Lodgy. Поэтому, если вам надо много минивэна для семейных и грузовых нужд, то вот эта машина именно для вас. Но, опять же, комфорта в нем немного. Итак, от французов переходим к немцам. Итак, встречаем Opel Zafira C 3-го поколения в длину 4,67. Огромный багажник 710 литров. А в этих в топовых комплектациях у него есть семиместное исполнение. Очень достойный и симпатичный минивэн. Выбор двигателей реально огромный. Есть атмосферник объемом 1,8 литра, который работает в паре с 5-ступенчатой МКПП. Также есть турбобензиновые двигатели объемом 1,4-1,6. В природе 1,6 турбо практически не встречается. Вернее, не в природе, а в объявлениях. Но большинство Zafira, 80% примерно, в объявлениях продаются именно с дизельными двигателями объемом 1,6 и 2,0. Называются эти двигатели, как правильно, CDTI. У двигателя 1,6 CDTI цепь ГРН со стороны маховика и просится на замену каждые 150 тысяч километров. А вот двигатель 2,0 CDTI до рестайлинга и до появления системы Старстоп кошмарил своих владельцев голоданием шатунных шеек, которое было вызвано утечкой масла через уплотнение маслозаборника. То есть то масло, которое насос подымал из поддона, вытекало через уплотнительное кольцо. Давление масла в системе естественно не хватало и первыми жертвами становились шатунные вкладыши. Но в любом случае помогает профилактическая мера. Какая? А вот именно замена этого уплотнения каждые 80, ну 100 тысяч километров. Буквально все движки Zafira доступны шестиступенчатыми автоматами. То есть турбобензиновые двигатели и дизель 1 и 6 оснащались GM-овской шестиступенчатой трансмиссией автоматической 6T30 и 6T45. Да, как мы помним, в первые годы выпуска эта трансмиссия была не фонтан, но затем ее постепенно дорабатывали, а при капремонтах ее еще и оснащали улучшенными комплектующими. Поэтому на данный момент с ней проблем быть не должно. А вот двухлитровый турбодизель оснащался породистым Isense F80SC, который очень долго радует ресурсам. Zafira Tourer – это минимум 2011 год, а рестайлинг – это 2015-2019 годы. Соответственно, цены от 12 тысяч и от 16 тысяч за добротный рестайлинг. В рейтинге минивэнов никуда без Volkswagen Touran. Рассмотрим второй рестайлинг первого поколения. Такие машины появились с 2010 года и выпускались до 2015-го. Так вот, можно рассматривать и более старые Touran, но только лишь в том случае, если их кузов не превратился в обитель коррозии. Дело в том, что с качеством окраски кузова были большие проблемы у Volkswagen примерно до 2010 года. Поэтому везет экземплярам, которые не видели десяток соленых зим. Даже оцинковка не помогает. Туран самый короткий – примерно 4,4 метра, но при такой длине у него багажник 700 литров. Кстати, предусмотрены еще и семиместные версии. После 2010 года, а это еще раз мы напомним, второй рестайлинг первого поколения, Touran сохранил все самые годные двигатели. Это бензиновые 1.2 TSI и 1.4 TSI, и также дизельные 1.6 TDI и 2.0 TDI. Любой вариант мы советуем к покупке. Наряду с механическими трансмиссиями встречаются фирменные DSG, которые реально прошли проверку временем и ничего плохого не сулят. Мы неоднократно говорили, что DSG-7 прекрасно диагностируется, и по параметрам диагностики можно узнать остаточный ресурс сцепления, а также можно узнать, перегревалась ли трансмиссия. Короче, всю историю ее работы. Мокрая DSG-7 тоже надежная и живучая, то есть DSG это хорошие и надежные трансмиссии. Ухоженный такой вот поздний Touran стоит на вторичке от 14 до 15 тысяч долларов. Идем дальше. А вот со стороны Ford интересным и беспроблемным выбором будет минивэн. Как вы думаете, какой? S-Max. Вообще, это хитрый ход со стороны Ford, потому что S-Max это приспортивленный и слегка уменьшенный минивэн Galaxy. Модель S-Max здоровяк длиной в 4,8 метра и высотой под 1,9 метра. Объем багажника позади второго ряда сидений тысячу литров. То есть полноценный европейский минивэн в его основе не модель C-класса, а полноценный D-класс, в частности Mondeo четвертого поколения. И это очень хорошо, поскольку никаких чудаковатых решений у этой платформы нет. Пожалуй, самая страшная неприятность S-Max это ржавый кузов. Если зимний климат благоприятствовал, то начинают корродировать пороги, арки, появляется ржавчина на краях дверей. Поэтому дорестайлинговые экземпляры с 2006 по 2010 год часто выглядят плохо. Рестайлинговые S-Max выпускали с 2010 по 2015 год. Советуем обратить внимание именно на них. Атмосферные бензиновые двигатели у Ford S-Max хороши, но обязательно убедитесь в том, что они не жрут масло, потому что это может закончиться, заменой поршневых колец. А еще хуже, это может закончиться капиталкой. С дизельными двигателями у S-Max тоже все хорошо. Двухлитровый, 1,6-литровый и 2,2-литровый турбодизельные двигатели – это французские агрегаты, никаких вообще с ними проблем нет. Не стоит бояться S-Max и с 2,5-литровым турбобензиновым двигателем. Он достался от Volvo и обладает ярким взрывным характером. То есть, хороший, надежный мотор. А вот двухлитровый эко-буст берите на свой страх и риск. Но надо обязательно сделать тщательную диагностику, знать все его косяки, знать, как его надо эксплуатировать. И только в этом случае при наличии сервисной истории можно покупать эту машину с этим двигателем. Нужны витамины для вашего автомобиля? Надо устранить угар масла, защитить двигатель от задиров, поднять компрессию, убрать стуки вибраций, продлить ресурс двигателя, трансмиссии и топливной системы, защититься от перегрева, снизить расход топлива, избежать замену форсунок, удалить запахи из вентиляции и многое другое. И Suprotec вам в этом поможет. А «Автостронг» стал официальным дилером компании Suprotec. Suprotec – это трибосоставы для двигателя, которые восстанавливают повреждения при холодном запуске, плюс защищают двигатель от износа при частичных перегревах. Также Suprotec – это присадки для двигателей и трансмиссии, для гидравлики, для топливной системы, также есть средства для ухода за автомобилем, а также есть моторные масла и смазочные материалы. Добавь своему автомобилю ласки и смазки вместе с Suprotec. Ну а где покупать это все, вы знаете, в «Автостронге». Ссылочки и подробности будут в описании. Заходите на наш сайт. Японская КПП Aisin AW TF80SC доступна с турбодизельными двигателями объемом 2.0 и 2.2 и атмосферными бензиновыми моторами. А вот 2.0 EcoBoost доступен с мокрым преселективом от Getrac. А вот 1.6-литровый турбодизель доступен с 6-ступенчатой механикой. В общем, рестайлинговый S-Max на рынке по цене от 12 до 14 тысяч долларов. Еще один неочевидный вариант хорошего минивэна – это на минуточку Kia Curens третьего поколения. Их в продаже немного, но за 13-14 тысяч долларов можно приобрести экземпляр примерно 15-18 года с небольшим пробегом. А вообще, это поколение Kia Curens выпускалось с 13 по 18 годы, и преемника не получило. Габариты у Curens типичные для своего класса – 4,5 метра в длину, багажник 422 литра по техничке. Это Kia Ceed тех лет. Единственное, что практически все эти автомобили продаются с двигателями 1.7 CRDI. И в нем нет ничего плохого и страшного. Трансмиссии есть и автоматические. Это агрегаты фирменные A6, которые устанавливались на практически все Hyundai и Kia тех лет. В общем, если вам надо минивэн по незавышенной цене с проверенными агрегатами, можете рассматривать именно Curens. И еще один эксклюзивный вэн, про который все забыли и не вспоминают – это Honda FR-V. Да, это старая модель. Начал выпускаться в 2005-м, закончил выпускаться в 2009-м году. По размерам компактный вэн, то есть 4,3 метра в длину, багажник на 440 литров. Но этот автомобиль примечателен тем, что у него 6-ти местный салон. То есть инженеры впихнули еще одно пассажирское место на первый ряд сидений. То есть между водителем и пассажиром есть еще одно место. И эта Honda надежная и живучая. Выбор двигателей ограничен. До 2007 года этот автомобиль был доступен с двухлитровым бензиновым двигателем, который обозначался K20A9. А затем стал доступен двигатель объемом 1,8. Тоже бензиновый. И обозначается он R18A1. И кстати, по надежности он предпочтительнее. И именно с ним доступна фирменная пятиступка АКПП Honda. Также этот автомобиль встречается еще с двигателем 2.2 CDTI дизельным. Ну и на данный момент такие вот японские минивены стоят от 7 до 8 тысяч долларов. Итак, без Toyota этот рейтинг не обойдется. И тут на арену выходит Toyota Versa, который сделан на базе Avensis T270. Выпускалась Toyota Versa с 2009 по 2017 год. Обновилась в 2012. И короче, это типичный европейский минивэн в длину почти 4,5 метра и багажник объемом 440 литров. А также есть еще семиместные версии. Под капотом у этой Toyota в основном бензиновые двигатели. Это 1ZR и 2ZR. То есть объем 1,6 и 1,8. Они очень надежные, но владельцам все-таки надо знать про бездроссельный впуск Valve Matrix. Реже встречаются дизельные модификации. До 2015 года Toyota устанавливала собственные дизели объемом 2.0 и 2.2. А вот с 2014 года начала их заменять на 1,6 литровый турбодизель. И разработан этот двигатель был, нет, не французами, а немцами. То есть BMW. В каталоге Toyota этот двигатель обозначается как 1WW, а по факту это BMW N47. По итогу такие автомобили, то есть с дизельными двигателями официально у нас не продавались. Поэтому все они привезены из Европы. Классические автоматы Aisin встречаются только с двигателями турбодизельными объемом 2.2. А вот бензиновым двухпедальным Toyota Versa достался вариатор Aisin K311. И эту привлегию получил мотор бензиновый объемом 1.8. В общем Toyota Versa это очень надежные автомобили и это в принципе не удивительно. За дорестайлинговые экземпляры просят от 9 до 10 тысяч долларов, а вот за рестайлинговые от 12 до 14 тысяч долларов. Ну а какой минивэн купили бы вы? Обязательно напишите об этом в комментариях. Может вы владеете одним из этих минивэнов и обязательно поделитесь опытом эксплуатации. Мы все прочитаем. И если этот вот рейтинг, обзор будет популярным, то мы обязательно снимем про большие минивэны. Прям про автобусы для всей семьи. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, нажмите колокольчик и поделитесь этим видео. Будем благодарны. С вами всегда была, есть и будет компания АвтоСтронг.